Почему? Не знаю, наверное, все-таки это должно быть что-то такое искреннее. Это не должно пахом чего-то нарочиться, да, не будем говорить. Это должно быть очень отдушить и, видимо, как все жизни, которые я пишу, они все-таки в большей степени по вдохновению, наверное, это то, что должно быть как-то парни. Ну, потому что, наверное, это вопрос не случайно, но еще, знаете, есть же такое представление, что мы с заданным вспомним, как и никто не написал. Написал песню про выпускную вечность приглашать на выпускные вечера, написал песню про свадьбу, двухэтажную свадьбу. Ну, поэтому люди, как спрашивают, что же было, вы приезжаете и песню про байкал выполняете. Да. Но, тем не менее, это какая самая близкая и сердце песни? Ну, я думаю, что мне поверят. Вот она была, что великая разумная песня, это, конечно, подорожник, подорожник. Я умру, потому что с этой песней я вернусь. И, конечно, я, в первую очередь, этим песням благодарна, за то, что так случилось. Ну, и, конечно же, они действительно достойны, чтобы их любили больше всего. Наверное, слово же там ужиняется, как бы, исполнение песни демокционально. Я потому что посмотрела старую запись, исполнение песни подорожник. Ну, как-то вы там были вот со всем девочкой и как-то по девичьей перебивали. Ну, конечно, конечно, такая наивная девчонка. Я даже не думала о том, как я выгляжу. У меня главное – смотреть, смотреть, улыбнуться, каждому еще в песню. То есть, совершенно по-другому поработать могли. И, наверное, лучше было вылечить. Потому что, как ни крути, как себя ни больше не храни, как себя не контролируй. А события облаков, там все равно чуть-чуть, как бы, нас заставляет так жестче и уже воспринимать в большей степени разума между душой. Ну, с этой стороны, исполнение обиделся, велика с банком. Он тут раз видит этот момент, что он создает систему музыкантов. Но это, наверное, такая целость характера, все равно. Конечно. Я, может быть, раньше, лет 15-20 лет назад, когда я сказала, что я на своем месте, а времени у нас еще не было подтверждено, наверное, многие посчитали, что я слишком уверенная девочка. Но сегодня, когда уже у меня этим возвращение произошло, ничего не бывает. Меня вернули. Я вообще, я очень верю в Бога и ничего просто так не бывает. на самом деле, потому что, как раз я хотела спросить, мне же очень радует вот это движение, ехать из какого-то регионального города в Москву. И потом, пусть даже там что-то не получилось, у человека возникает такой болезнь, но все равно вот сейчас я домой не буду. Как же, вот я там встречу людей на улице, они скажут, ты вернулся, надо же, и я буду как бы ощущать себя неудачным пар, поэтому пусть мне у Москве там будет плохо, тяжело, но я все равно буду там. Слышишь, как вы думаете? Ну, тут много причин. В первую очередь, конечно, у меня некуда было податься в Москве. Так сложились на тот момент расстоятельства, а что? А не с этим? Я жива вот как мужем. И как я, тоже у меня в лыкале всегда говорили, что не было ни запихнет книжки, ни кошелька, то есть я вот там жива. И я считала, что это нормально, но я заберела. Это тоже, наверное, часть моего характера, души. И когда вот это случилось, я с тобой облачу. Пожалуйста. Домой. Там ты меня любишь, и ты всегда. И мне всегда любишь.